Промышленность, IT-сектор, агропромышленный комплекс. Правительство определило наиболее приоритетные сферы для того, чтобы разработать меры для их поддержки. При этом все понимают, что от санкций пострадали все отрасли, и им тоже нужна помощь от государства. Пакет антикризисных и антисанкционных мер для бизнеса, которые приняли в первой половине марта, уже достаточно структурирован. Предоставление поддержки рекламентирует различные нормативные и подзаконные акты. Их приняли в том числе и на уровне регионов. Из антикризисных мер можно говорить об отсрочке. По кредитам, взятым до 1 марта 2022 года, опять же, порядка 70 видов деятельности предприятий, которые могут претендовать на отсрочку по кредитам. Это именно кредиты для бизнеса. Ранее условием предоставления этой рассрочки было падение прибыли на 30%. Теперь отсрочку получают все, кому это необходимо, независимо от падения выручки. Она распространяется и на проценты. Также стартовала программа льготного кредитования. Все льготные продукты, которые предоставляются в рамках государственной поддержки, не через коммерческие банки, а через Агентство гарантии микрофинансовой организации Нижегородской области, через Фонд развития промышленности, эти ставки увеличиваться не будут. То есть остается возможность получения льготного кредитования, в том числе на пополнение оборотных средств. Большую поддержку окажет IT-сектору этой гранты, нулевая ставка по налогу на прибыль, льготные кредиты по ставке 3%, помощь сотрудникам в решении вопроса с жильем, отсрочка от службы в армии. Для всех организаций вводят мораторий на проверки. Это не на все проверки, а на плановые проверки контролирующих органов. Часть направлений проверок, особенно те, которые непосредственно связаны с угрозой жизнью, здоровью работающих в том числе людей, эти проверки будут проводиться. Полностью интервью Евгении Калачевой о мерах поддержки для бизнеса смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24.